Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 8 класс. Подписывайтесь на наш канал ВКонтакте. Page 11. Страница 11. Задание 4. Explain the words in bold. Объясни слова, выделенные жирным шрифтом. Мы их уже объяснили. Choose some to complete the sentences. Выберите некоторые из них, чтобы дополнить предложение. Первое. Laura's very shy. Laura очень застенчивая. She always blushes when people talk to her. Она всегда краснеет, когда люди разговаривают с ней. Но можно еще blushes перевести как смущаться. То есть, можно перевести, она всегда смущается, когда люди разговаривают с ней. Второе. I think Andy fancies Kim. Я думаю, Энди нравится Kim. He's always staring at her in class. Он всегда смотрит на нее в классе. Третье. We benefit from what he said to us, as his advice helped us. Мы извлекли выгоду из того, что он сказал нам, так как его совет помог нам. Четвертое. You shouldn't avoid talking to people you don't know. Вам не следует избегать разговора с людьми, которых вы не знаете. Vocabulary. Ваш словарный запас. Character adjectives. Прилагательные, которые описывают характер. Задание пятое. Read the descriptions. Прочитайте описание. List the adjectives involved as positive, negative. Составьте список прилагательных, выделенных жирным шрифтом, позитивные и негативные. Первое. Tony's optimistic. Tony оптимист. Для тех, кто не знает, что такое оптимист. Оптимист – это человек, который всегда во всем видит все хорошее, думает о хорошем и думает, что, наверное, все, что в жизни не делается, все к лучшему. А еще есть пессимист. Вот пессимист, наоборот, думает о плохом и думает, что все, что в жизни происходит – это плохо. Вот это два слова, которых вы, возможно, не знаете. Итак, Tony's optimistic. Tony оптимист. He always looks on the bright side of life. Он всегда видит в жизни светлую сторону. Второе. Fred's sensitive and caring. Fred – чувствительный и заботливый. He always understands how others feel, always stays calm and doesn't get annoyed with people easily. Он всегда понимает, как другие себя чувствуют, всегда остается спокойным, и люди его не раздражают. Он сильно беспокоится о том, что другие о нем подумают. Сенситив, чувствительный, caring, заботливый. Третье. Claire's patient. Claire – терпеливая. She manages to stay calm in difficult situations. Ей удается оставаться спокойной в трудных ситуациях. Четвертое. Bob's easy-going and sociable. Боб добродушный и общительный. He rarely gets upset and he likes meeting people. Он редко расстраивается и любит встречаться с людьми. Easy-going – добродушный, sociable – общительный. Пятое. Anne's honest and reliable. Анна – честная и надежная. You can trust her, and she always does what she says she will do. Вы можете доверять ей. И она всегда делает то, что обещала сделать. Шестое. Sue's stubborn. Sue – упрямая. She always wants to do things her own way. Она всегда хочет все делать по-своему. Stubborn – упрямый. Седьмое. Tony's selfish. Tony – эгоистичный. Эгоист, если кто не знает, – это человек, который думает только о себе. He doesn't care about other people's feelings. Он не заботится о чувствах других людей. Selfish. Эгоист. Восьмое. Bill's shy. Bill – застенчивый. He doesn't feel comfortable with people. Он не чувствует себя комфортно с людьми. Вот список слов прилагательных. Positive – те, которые позитивные, со знаком плюс. Optimistic – оптимист. Sensitive – чувствительный. Caring – заботливый. Patient – терпеливый. Easy going – добродушный. Sociable – общительный. Honest. Вот первая буква H, она не читается. Читать надо honest. Honest – честный. Reliable – надежный. А вот negative со знаком минус. Stubborn – упрямый. Selfish – эгоист. Shy – застенчивый. Задание шестое. Match the adjectives to their opposites. Соотнеси прилагательные с их противоположностями. С антонимами. Со словами с противоположным значением. Listen and check. Послушай и проверь. Первое. Optimistic – оптимист. Pessimistic – пессимист. Второе. Shy – застенчивый. Confident – уверенный в себе. Третье. Selfish – эгоист. Generous – щедрый. Четвёртое. Reliable – надёжный. Unreliable – ненадёжный. Пятое. Stubborn – упрямый. Flexible – гибкий. Тот, кто умеет подстраиваться под других людей. Сенцир – искренний. Insincere – неискренний. Седьмое. Sensitive – чувствительный. Insensitive – бесчувственный. Восьмое. Sociable – общительный. Unsociable – необщительный. Девятое. Patient – терпеливый. Impatient – нетерпеливый. Десятое. Easygoing – добродушный. Irritable – раздражительный. Задание седьмое. Listen and match each person to the adjectives that best describe each. Послушай и сайт неси каждого человека с прилагательными, которые лучше всего описывают каждого. Ann – Sue and Billy. Вот три человека у нас. И вот прилагательные. Sociable – общительный. Sensitive – чувствительный. Patient – терпеливый. Stubborn – упрямый. Honest – честный. Selfish – эгоист. Reliable – надежный. Shy – застенчивый. Ann – общительная. See you is stubborn. See you – упрямая. Billy is selfish. Billy – эгоист. Задание восьмое. Which of the adjectives in exercises five and six best describe you? Какие из прилагательных в упражнениях пятом и шестом лучше всего описывают вас? Is there a quality you don't have, but would like to have? Есть ли качество, которого у вас нет, но которое вы бы хотели иметь? Discussing pairs – обсудите в парах. И пример, как надо обсуждать. I'm sociable and honest. Я общительный и честный. I'd like to be more patient. Мне бы хотелось быть более терпеливым. And you? А ты? I'm quite patient, but I'd like to be more confident. Я довольно терпеливый, но мне бы хотелось быть более уверенным в себе. Ну, вот примерно. I'm easygoing and sociable. Я добродушный и общительный. I'd like to be more confident. Мне бы хотелось быть более уверенным в себе. And you? А ты? Я довольно уверен в себе, но мне бы хотелось быть более оптимистичным. I am optimistic, а я оптимист, but I'd like to be more patient, но мне бы хотелось быть более терпеливым. Body language – язык тела. Как мы уже говорили, язык тела – это жесты, мимика. Девятое задание. What feelings do the actions in the pictures 1.8 suggest? Какие чувства, ощущения предлагаются для действий на картинках? Choose from the list. Выбери из списка. Make sentences as in the example. Составь предложение так же, как и вот в этом вот примере. Nervous – нервничать. Furious – разъярённый. Surprised – удивлённый. Impatient – нетерпеливый. Bored – скучный, заскучавший. Unsure – неуверенный. Worried – обеспокоенный. Puzzled – озадаченный. И вот пример. Nick's palms are sweating. Ладони Ника потеют. He seems to be nervous. Кажется, он нервничает. He looks nervous. Он выглядит нервным. Pete scratches his head. Пит чешет свою голову. He seems to be puzzled. Кажется, он озадачен. He looks puzzled. Он выглядит озадаченным. Третье. Alex taps his foot. Алекс топает своей ногой. He seems to be impatient. Кажется, он нетерпелив. He looks impatient. Он выглядит нетерпеливым. Четвертое. Helen. Helen bites her lip. Helen закусила свою губу. She seems to be worried. Кажется, она беспокоится. She looks worried. Она выглядит обеспокоенной. Пятое. Gus. Gus crosses his arms. Гас скрестил свои руки. He seems to be bored. Кажется, он заскучал. He looks bored. Он выглядит заскучавшим. Шестое. John shrugs his shoulders. Джон пожимает плечами. He seems to be unsure. Кажется, он неуверен. He looks unsure. Он выглядит неуверенным. Лора сжала свои зубы, кулаки. She seems to be furious. Кажется, она разъярена. She looks furious. Она выглядит разъяренной. Восьмое. Том поднял свои брови. Том поднял свои брови. He seems to be surprised. Кажется, он удивлен. He looks surprised. Он выглядит удивленным. Десятое. Think. Подумай. Say three things you found interesting in the text. Скажи, какие три вещи ты нашел интересным в тексте. Ну, вот тот текст, который мы читали про то, как лед разбить. How could they help you when you meet new people? Как могли они, вот эти три вещи из текста, помочь тебе, когда ты встречаешься с новыми людьми? И пример. To break the ice, you can smile at the new person. Чтобы сломать лед, тебе следует улыбнуться новому человеку. Then. Потом. Ну, в общем, если вам тут же начинается с чего. Say three things you found interesting in the text. Скажи о трех вещах, которые ты нашел интересными в тексте. Но ведь может такое случиться, что вы ничего интересного в тексте не нашли. Вот так честно и говорите. I have no interest in this text. А я ничего не нашел интересного в этом тексте. Или, если дословно, в этом тексте мне ничего не интересно. Это правда будет. I already know how to communicate with new people. Я уже знаю, как общаться с новыми людьми. First I say hi. Сначала я скажу привет. And then I start talking about different topics that interest me and my partner. А потом я начну говорить о разных вещах, которые интересны мне и моему партнеру. It's easy. Это легко. Ну, если вам первый текстик кажется таким слишком уж дерзким, то можно написать попроще, помягче. To break the ice, first of all, I should say hi. Чтобы сломать лёд, прежде всего, мне следует сказать привет at the new person, новому человеку. You should always say hello. It's polite. Вам следует всегда говорить привет. Это вежливо. And then you have to start talking. И затем вы должны начать говорить. You don't have to always talk to yourself. You have to listen to your partner too. Вам не следует всегда говорить самому. Вы должны слушать своего партнёра тоже. It's easy. Это легко.